Теккен 8 Теккен 8 Эта пауза тебя не сбила с настроя? Нет, не сбил. Я, наоборот, собрался с мыслями. Всё отлично. Каково это, залететь с Теккеном в РТ-у мира, где, понимаешь, они во всё выигрывают. Вы во всё выигрываете. Как у тебя настрой? Победный? Да, победный. Я не подвижу своих ребят. В прошлый раз чуть-чуть не хватило, чтобы стать абсолютным чемпионом, выиграть во всех дисциплинах. А сейчас все зависит от тебя, ты это понимаешь? Да, я понимаю. На ком играешь? На Ларсе. Готов? Может быть кто-то еще? Дополнительный герой, если вдруг что-то пойдет не так? Нет, это мой основной. Все окей, занимай свое игровое место, удачи тебе в этом финале. И соперник РТУ Мира, представитель Рео имени Плеханова, Незоксис! Так, ну во-первых, как настроение, как дела? Здравствуйте, всем привет всем. Боевое настроение, ребят. Переживаешь? Естественно. Слушай, у тебя есть хороший шанс оставить РТУ Мира, как минимум без всех побед во всех дисциплинах. Что скажешь по сопернику? Ты его обыгрывал в ходе турнира. Как он тебе вообще? Парень сильный, мы оба подготовлены. Будем биться. А играешь на ком? Йошимитсу. Хорош, хорош. Все, занимай место свое игровое, удачи в этом финале. Итак, что ж, еще один финал, где сойдутся РТУ Мира и Рео имени Плеханова. Ёжик, я надеюсь, что ты там не убежал никуда и готов залетать в эфир. Слово тебе. Да куда ж я убегу-то, Илья? Конечно, я на месте. Конечно, я тут. Ребята, всем привет. Кто только присоединился к нам, у нас продолжается Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига. И, конечно же, следующая наша дисциплина – это Теккен. Ну и, естественно, я тут не суперпомощник в этом плане, но у меня есть ребята, которые могут вам помочь в этом разобраться. Это Зератул и Серафим. Ребята, привет. Расскажите по поводу матча сразу. Добрый день, добрый день всем. Да, всем привет, ребята. У нас финальный матч Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги 2024 года. Наконец-то Теккен-8 у нас в нем появился. Спустя несколько лет дисциплина файтинги вернулась. И у нас двое молодых и перспективных игроков сейчас готовы между собой сразиться за звание победителя этого турнира. Бой ожидается достаточно равным. Оба игрока весьма достойного уровня. Пересекались они уже между собой до этого в группе чемпионата Российской Студенческой Лиги. И, соответственно, победителем тогда вышел Низоксис. Что мне лично показалось немножко неожиданным. Но все-таки, поиграв потом на тренировочном дне с этим перспективным игроком, я понял, что он весьма-весьма силен и вполне может показать достойный результат. Ощутил на своей шкуре, так сказать. Да-да-да, именно так. Ощутил. Да, но опять же, какие вот можно ожидания выстраивать по поводу этого матча. Давайте начнем с того. Я играю, например, в Теккен. Вот я хочу стать там профессионалом. Что мне делать вообще? Как вот развиваться? Ну, сначала нужно, думаю, начинать просто играть. Сначала выбрать персонажа уже себе. И потом уже... И потом начинать просто потихоньку играть, потихоньку оставить. Очень много подводных камней в игре есть. Нужно изучать именно фреймдату. Нужно изучать матчапы соперников. Но все медленно, все постепенно, оно придет. Постоянно поигрывать, сидеть в практике достаточно много нужно. Ну, час-полтора в день точно нужно практике уделять в начале. После этого обязательно бои с реальными игроками, с живыми по интернету. И желательно еще оффлайн, конечно, какие-то сходки, посиделки для того, чтобы вы могли друг с другом что-то обсуждать, что друг другу говорить. Вот это незаменимая, конечно, вещь. Да, да. Раньше было достаточно... У нас достаточно большое комьюнити по Теккену, как раз по этой игре. Есть много ребят, которые могут тебе в Дискорде подсказать вообще, что как к чему. По любому персонажу у нас есть очень сильные игроки мирового уровня, с которых ты всегда можешь позвать, допустим, в Дискорде собрать конференцию, там продемонстрировать свой экран, в практик-мод зайти и там какие-то моменты разобрать, которые тебе непонятны. Здесь, в принципе, как в любом, наверное, в любой образовательной программе. То есть есть начальные классы, то есть где ты, когда первый раз, например, запускаешь игру, ты осваиваешь самые базовые техники, какие-то удары, кнопки. Вот, обозначения, опять же, у нас там есть свои сокращенные обозначения, например, на геймпаде, там, квадратик — это единичка, треугольник — это двойка, кружочек — четверка и крестик — это тройка. Вот, для того, чтобы быстрее и краще это было записывать. И, соответственно, все, что у нас, ребята, весь опыт, который они нарабатывают, они вот публикуют, например, в статьях и каких-то материалов в таком-то образе. Потом ты переходишь на более высокий уровень, в следующий класс уже начинаешь изучать какие-то движения, начинаешь изучать, сколько, какой удар там на блоке, соответственно, чем и как это наказывается, какие-то комбинации, потом это все дело усложняется. Потом начинают подключаться более глубокие моменты, то есть как правильно двигаться, позиционировать себя на арене, как играть против каких-то определенных персонажей, и вот это уже можно совершенствовать абсолютно до бесконечности. Придела нет совершенства, как говорится, даже профессиональные корейские игроки этого не знают. Огромное количество микроситуаций в игре существует, которые требуют затрена, конкретно с определенными персонажами, в определенном матчапе, и их таких очень-очень много вещей. Постоянно что-то находишь, постоянно что-то там меняешь, что-то там прибавляешь, добавляешь, убираешь, тогда. Плюс персонажей очень много, можно тоже играть. Заодно и заодно персонажей можно по-разному играть. Даже в Tekken 8, несмотря на то, что унифицировали очень сильно стиль боевой, все равно можно креативить в нем. Восьмая часть еще достопримечательна тем, что пошла она по пути упрощения. То есть очень многие сложные механики, которые были раньше в Tekken, они стали сильно упрощены в угоду тому, чтобы привлечь новую аудиторию. То есть много ребят в восьмую часть пришло, которые в файтинге до этого вообще не играли. Очень много игроков пришло из других файтингов, из Mortal Kombat, из Street Fighter. Поэтому, скажем так, с каждой частью Tekken становится все более дружелюбным именно к начинающим игрокам. Но и для профессионалов там определенное место тоже есть. Хорошо, с базой, скажем так, мы разобрались. Теперь давайте переходить тогда уже к сегодняшнему нашему противостоянию, конкретно Иртомира против Ру имени Плеханова. Получается, два матча полуфинала закончились 4-0. И сейчас в гранд-финале, получается, мы должны увидеть прям полноценное по 107. Или же нет? Я думаю, что да, здесь будет полноценное противостояние, потому что все-таки... Ожидается драка в любом случае, думаю, что будет драка, да. Да, потому что все-таки так получился посев по группам, что одна группа была немножко менее сбалансирована, чем другая группа. Соответственно, игроки, которые у нас вышли из второй группы, они были просто немножко сильнее своих соперников. Потому что, напоминаю, что студенческая лига у нас проходит в формате киберспортивного многоборья, по четырем программам. И, соответственно, в следующую стадию выходят те вузы, которые именно по количеству общему набранных очков прошли, а не конкретно по какой-то дисциплине. И по этой причине очень много сильных игроков, которые участвовали в студенческой лиге, они, к сожалению, в финал не прошли, просто не прошла их команда, не прошел их вуз. И из-за этого получился такой небольшой перекос в стиле. Но и Миреа, и, соответственно, их соперники, они, институт Плеханов, они обладают очень сильными составами по всех дисциплинам. И, в частности, по текину, например, тот же Миреа, у них был и Энконст, и Мистер Максон, который, к сожалению, вот которого, кстати, Фача как раз заменяет. Это один из, наверное, лучших молодых игроков от последних лет. В седьмой части очень хорошо он себя проявлял. И Фачу, мы тоже помним по нашим комьюнити-турнирам, меня, в частности, он обыгрывал весьма уверенно. Окей. Ну, опять же, РТУ Миреа, да, если вот мы заводим тему именно касаемо всех дисциплин, то РТУ Миреа у нас в четырех финалах из четырех. У говоря, и StarCraft, и Tekken, и Dota, и KS. Поэтому, действительно, наверное, в данную секунду конкретно РТУ Миреа являются таким небольшим фаворитом в общекомандном зачете, да. Но им могут составить еще конкуренцию благодаря KS и Dota. Там есть вуз, который может дать им направление. Ну что, у нас совсем скоро стартует, собственно, первая карта и вся PS107 серия. Может быть, какие-то напутственные даже слова могли бы сказать именно ребятам, которые будут отыгрывать? Ну, я вчера Низоксу уже все сказал. С Фачей мне поиграть не удалось. Он постоянно как-то откланялся от игры. Говорил, он меня занят. Ну, и назначал очень много вчера, смотрел повторы своих игр, ну, анализировал, тренировался действительно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что в любом случае мы увидим драку. То есть это такие игроки, которые примерно одинакового уровня. И даже если один изучит прямо второго, я не думаю, что будет в одну калитку. В любом случае Tekken 8 еще так устроен, что драка будет, и будут раунды, и браться, и все должно быть хорошо, зрелищно и мощно. Но при дикте я не могу никакого дать, кто из них победит. Низокс оказался лучше в их встрече. Я ее не видел, но учитывая то, что я видел, как играет Фача, и сопоставив все, думаю, что не будет такого, что односторонняя встреча будет в любом случае боище. Мне тоже кажется, что здесь вряд ли будет какое-то одностороннее противостояние. Я бы, например, поставил счет на счет 4-3 между этими двумя бойцами. Начинается-то уже бой у нас, пока мы тут разговаривали. Кстати, ранги-то одинаковые у обоих игроков. Начинает Ларс, кстати, битинг через DF1-2. Тихонечко, тихонечко Низоксис. Опа, Б4, привет. Здравствуй, здравствуй. Дальше через лоу разводки. Флешку. Вот, вот, главная фишка, получается, Низоксиса. Он вообще не шумится. Он очень хорошо делает этот платный сейстеб, благодаря которому уходит в сторону. Б2-2 потом наказание. Ну и от Ларса туда подседунство произошло через ВС-2-1. Второй раунд. Так, опа. Сразу же завив просто Б2-2. Включается жара. Разрывается захват. Убери руки, отведя свои гиршевитцы. И ты ногой ему туда по каске. Ой, куда он прыгнул. Да хоп-киком все равно он заделал. Господи, постоянно они просто интераптят друг к другу. Влезают во все. Пока очень сумбурно, немножко боище. Вифнула флешка здесь. Немножко неудачно. Нижний тоже в клинках они зашел. Ланча не было. И 3-1 здесь начинает прессинг. Сейчас стоечку свойств плюс 7 в захват. Ой, по ногам дал, по ногам. Ах, сайви в флешке опять. Есть здоровье еще. Уфачин тут же его встречает. Просто шумит своим ударом. Стоять, говорит, спрыть. Стою поумерь, коты, говорит. А, дышит, дышит. Не подкореборонительная опция. Это шумится дыхание, конечно. Потому что захват праворучный, нет. Разрывается. На кнопку четко нажата. Лавс динамик кэнтри пытается как-то разыгрывать, что-то расходить. Крутится мячами. Смотрите, даже со спины уходит все равно. Ой, дебаггерок-то. Дебаггерок зател. Топик перетел. Да. Здесь камень не пошла. Ай. По ногам. Два, пол, чуть-чуть. Один и. Один и. Включается жара. Пора бы уже. Пора бы уже жарой жарить. А в захват промелькнул от дизокса между делом коврогинительной опции. Ой-ой-ой. Хитсмеш куда-то вообще в молоко абсолютно улетел. И просто в угол загоняет себя Фачо. Начинает его добивать здесь Яшемицу. И по лежачим не дает подняться. Лежачих не бьют. Он не знает. Ой, прилетело прямо как. Господи. Во второй удар. Уже пытался первый за Виф наказать. Но нет. Стена спасла сейчас Фачо. Есть еще шанс. Под яростью он встает. Время уходит. Три, четыре. Как Яшемицу уходит от всего просто. Он понимает. На таймер сейчас играть. Вот так вот своим платным степом крутилка. Уходить в сторону. И 46.5 по проценту жизни. Забирает второй раунд здесь Низоксис. Прыжки Лорас-Сятниковским мечом. По бочине, по бронированным доспехам Лорас-Сятника. Паниш такой степи. Но хотя бы он был. Хотя бы он был. Так. Снова. Снова постоянно с Динамик Энтери подходит Лорас-Сятник. Флешками Яшемицу отбивается. Защищается опасно. Очень лезть на него. Атака буквально захлебывается. Потому что какой Аперик. Откуда он знает вообще. Заплырил там. Ну понятно все. Пробил как можно сильнее. Пока еще есть. Метро обоих игроков. Отлеживается. Пока фащина. Понимает, что лучше полежать для того, чтобы выбраться из-за этой ситуации. Вот выбирается. Подключается Ярис. Не было. Контр-хита. Пробивает. Да. Для того, чтобы миксануть. Но ничего не делает. Почему-то смотрит, что делает его соперник. Захват двойной. Привет. И с разбегу просто. С разбегу ему раннингом. Ну что ж. Нисколько друг другу они не уступают в этом противостоянии. Первое бою, которое в какой-то степени является разведочным. Но пока что достаточно аккуратно действуют игроки. То есть мы видим, что все-таки не бросаются так прям шашкой на голову. Довольно много дробов. Привыкают еще друг к другу. Привыкают к сцене. Ой, какой-то здесь флот. Стену не пробил. Хотел стену пробить. Повезло сейчас очень Низоксису. Ярость есть. ВС-2 один. Да. Очень начал. Начал ставить Низоксису на эту вещь. На вот этот хай второй. Видимо, Фача это увидел или в реплеях, или он затренил это. И он просто садится, мне кажется, в стопроцентных случаях. Делает не лаунчер, а делает ВС-2-1. Это побыстрее будет. Это будет надежнее. Сто процентов. Можно сделать ВС-2-3. У Ларса новая опция появилась. И оттуда попереходить в стойки. Можно это тоже будет. Серьезно настроен, как вы посмотрите на него. Да, как и всегда. Вчера просто был у нас тренировочный день на буткемпе в ВК-плей-арене, где у нас, кстати, все это мероприятие сейчас проходит на втором этаже. Просто сосредоточенно сидел. Ни с тем особо кастомки не играл. Разбирал реплеи через Дискорд. Там с ребятами. Видели мы, что мы помогали ему наши игроки за Йошимитсу тоже разбирать этот матч-ап. И весьма серьезно настроен. Но спокоен при этом. И Ньюзоксис тоже, кстати. Видно немножко волнение у этого молодого игрока. Но в целом выглядит он весьма-весьма достойно. Оба, кстати, признавали, что для них это дебютный турнир. Вот такого именно формата на лан-сцене. Опыта до этого у них выступлений нет. И это тоже может донести свои коррективы определенные. Потому что все мы прекрасно знаем, что турниры такого уровня – это не только скил, но еще и психология игрока. Очень хорошо. В Б2-2 ее владеет прямо Ньюзок специально. Кидает ее мощно. Карта с взрывающимися стенами. Очень опасная карта, на самом деле. Тут очень много рандомных ситуаций, может возникнуть, из-за которых там сумасшедшие жалобы какие-то. Двойной захват разрывается. Отличный сайдстеп здесь и просто хит-смешем убивает своего оппонента. Здесь не фача ничего себе. ДФ-1, осторожненько. Так, Б2-2 присели, но не наказал, подсел. Ведь могла быть медовая вариация. Двойной захват разрывается. Отличный захват и двойные, и праворучные. Ой-ой-ой, отличный интерап здесь. Очень любит. У нас Ньюзок с Б2-2 вот этот прием. Минус 12. Там пушбек такой, что ты не дотянешься. Заботка до стенки. Сейчас будет взрыв. А-а-а, я же штыпся. Ну вот, дополнительно еще ударил рукой без мяча. Ишемицу бьет нижнюю еще там руку. Не дает. Усерим, фай, фай. Унизу. Есть наказание. Хорош. Опасно очень. Ну, конечно, ждет есть мэш. Чем идет захват. На тебе по голове. Повезло, что в стену не влетел. Зави. Там взрыв, но в итоге все равно провел. Вот она, взрыв на стенке просто после F2-1 от Ларса, да? F1-2, точнее, с динамик-энтри. Конечно, вот она, вот она, то, про что я говорил. Стена, стена позволила добить, если бы не она, конечно, выжил бы здесь. Ну, мочат, пока мочат, как будто его не получается ничего не реализовать вообще из того, что было. Отбивается ножиком по ноге. Там немножко Ларсетник B1 на всякий случай бьет здесь для того, чтобы, если что, если он полетит своим платным со степом куда-то в сторону. Дикджейбик. И вот разыгрывает новую вот эту стойку. Отлично, как все закрывает. На тебе, говорит, по ногам тоже. Ты что? Ох, включается жарища. Подубежал, говорит, не буду лезть, потому что ход сейчас отличный СТДФ-3. И, господи, боже мой, сейчас будет снова взрыв на стенке. Да. И теперь сейчас, конечно, пробьется еще больше тут все. Останется жив, останется буквально в 2-3 тычки. Там включая тоже жару. На большом расстоянии совершенно бежит просто вперед. Подбегает, ничего не делает. Ох, прыжок, класс, прыжок. Вот эта вот опция, которая в восьмой части стала применяться гораздо-гораздо больше в качестве такого и вейда и в качестве такого напрыжки для дамага. Сложно ее бывает иногда перехватить. Ну и видно, что Фатча готовился к этому матчапу. Все-таки то, что он сидел, разбирал, пошло ему на пользу. Не Зоктис у нас. Пока что уступил первые две игры. Нужно ему сосредоточиться. Возможно, как Хидим завещал, взять небольшую паузу между матчами, не сразу давить реванш. И все-таки немножко собраться с мыслями, проанализировать сложившуюся ситуацию и подобрать какие-то ключи к своему сопернику. Ну все контрят. Все контрят. Контрят платный сайдстеп, контрят B22. B22 пока не миксуется еще с медовой вариацией. Постоянно делает ООО. Делает его частенько на шару. Нужно, конечно, от этого избавляться, потому что к этому готовы. Во все его ходы уже там приготовлены B1, приготовлены CDF2. Просто на отлично выполнил свою домашнюю работу сейчас Фатча, представитель Миреа. Подготовился все там, да, изучил. И игроку из Реу имени Плеханова нужно сейчас определенно что-то... Мету нужно менять ему. Мету нужно его менять. Это хорошо было. Да, на это ставки идут, на эти вещи ставки постоянно идут. Захват Dragonfly, почему нет? И полстроки уже нет. DF4 проверяется. Ларслятик отбивается плечом контур-хитовым. Конечно, видишь, убийца там тоже что-то куда-то полетело. Непонятно. Полеты запрещены на данной территории. Где там забор? Забора нет. Далековато. Забор крутится вверх. Цирковый Ларс, конечно, это все прикольно. Захваты рвутся в 100%-ных случаях. B22 попадает и дает комбинацию. Сейчас эта вещь. Но не умрет, конечно, Фача. Останется еще у него достаточно большое количество здоровья. На стенку не дозавешивает. Чуть продолжает дальше миксовать. Нужно додавливать. Потому что если сейчас включится жар. Да, одна тычка буквально остается. Остается все равно Фача. Идет вперед. Не включает Жару. Пока что он ее терпит. 1-1 в контур-хит. Он выхиливается достаточно мощно. Начинает дальше. Двойного захвата. Разрывается захват. Ешмидт садится. Копить здоровье. Его выбивают оттуда. Супер ударом. Б2-2. Ой. И вот сам Блоков. Он тоже любит низоксис его делать. Как раз нынешданчик. Вот. Не ожидал этого Фача. Казался не готов. Получил. Крутилка. Оборонительная. Ой, дебагереныш залетает здесь по ножищам. Да, вот когда стетки, конечно, имеется. Все рассчитано. Все четко. Почтовые ящики там сломались. Полицейскую машину разломали уже тоже. Дебагеры свистят. За голову хватается. Пару тычек. Остается у низоксиса. Буквально включается у Фачи. Хит. Опа. Просто флешка его. Выхиливается. Но здоровье все равно очень мало. Продолжает дальше стенки давлять. Делает флешку. Но зря не было контрхита. Там остается сидеть. Уходит платный степ. Вот здесь Б2-2. Используется ярость для того, чтобы пробить максимальную комбинацию здесь. Но не добьется. Лоу вариация. Выпрыгивается. Спринг-качем. Переиграл здесь немножко. Переиграл, конечно, да. Разыграл хорошо внизу всю ситуацию. Но патч оказался умнее. Быстрее, проворнее, так сказать. Так. Спины там, да. Спины что-то подкапливает. Провоцируется его соперника на атаку. Не попадает после прыжка. Ларсиатниковского тут. Ай. Какой трейд не успел. Ларсиатник нет, нет. Никак. Смотрите. Ловит все равно. Пытается куда-то и шумится убегать. Все равно постоянно этот реактивный Ларсов. Он настигает постоянно. Включается. Хит. Хит прожимается в блок. Двойной захват. Просто отблокабл. Наглец. Наглец. Почему бы и нет. Почему бы не сделать. Включается Яра сейчас у патчи. Может что-то с ней он сделать. Как-то будет ее использовать. Нет. Жара отнизу. У него еще полный метр. Ф4-3. Пошли комбинации дальше. Оп, она подсели. А нельзя подседать. А нельзя так часто делать-то. Точнее, вот про что я говорил. Садится. Патча. Как отец. Посреди. Ой, опасность. Сидает раунд. Вот прям сильно наказался. Не наказал, к сожалению, его низок. Сейчас по полной программе. Захват разрывает. Б1. И смотрите, Б1 как третч ему. Говорит, чтобы не убегал он в сторону. Не отходил. Ты крутил. 1-1-1 в контр-хит. Здравствуйте. Жара. Престник. ДБ4. Терриал арсиатник летит. Контр-хитом его. Саживаю. Прест. Сватай. Говорит. Ты, я ксисть, куда летишь. Опа-на. Жарой не успел. Подпрыгнул. Почему-то последний удар попал. Интересно. Эва-2-3. Снова ВС-1. Ой-ой-ой. Как опасно он это делает. Не боится. Типа-эвт 2-2 постоянно бросает. Просто его размазывают хитсмэшем. Сейчас по этой улице. Этого самурая шумит. Ну что вы можете сказать? Что вы можете сказать? У нас достаточно неожиданный, я бы сказал, исход. Пока что 3-0 в пользу Фачи. Весьма-весьма уверенно идет представитель Мире на своем Ларсе. Много достаточно кидает ДБ-3, вот этого дебаггера Ларсятниковского. Видите, что его не блочит, не наказывает. Приходит он частенько в контр-хит. Получает определенный профит. И нужно, видимо, сейчас Низоксису что-то все-таки менять в своей игре. Больше стал он подключать в последних битвах вот этого своего ухода и вейда. Но, как говорится, ты играешь так, как тебе позволяет соперник. В какой-то степени у нас тут поддержка, поддержка зрителей. Давай поддержим, да, поддержим. Да, ребята, поднимите щиты, пожалуйста, за игрока. За игроков, кто за кого болеет. Сколько народа собралось, конечно, конечно. Ну что, еще мечает студента, ребятки, ни о чем, кроме как обеда. Ну что, ну что, на самом деле мы хотим драку видеть. Драка вроде как есть, но что-то пока... Драка есть, но счет он, да, действительно, тот случай, когда счет не отображает происходящего вот именно во время матча. То есть, в принципе, неплохо Низоксис довольно сопротивляется, но как-то в каких-то моментах не дожимает. Ну и плюс Фачо очень четко контрит, конечно. Вот, его вот эти бетва-2 присаживаются под хаями, не дает ему прям уходить своими вот этими димиковскими и шемистскими штучками. Ну и видно, что в какой-то степени оба игрока у нас волнуются, но именно с этим моментом Фачо смог как-то лучше справиться сейчас. Ну, конечно, конечно, кто-то не больше... Судя по счету, 3-0 пока что в его пользу. Вот, и у нас немножко небольшая пауза. Все-таки, да, решил у нас взять небольшой перерыв, потому что каждый матч сейчас может стать последним. Ну да. Для нашего сегодняшнего противостояния по 8-м и 3-м. Дебют, кстати, этой игры у нас в этом году произошел не только на студенческие линии, но и на чемпионате России. И вообще в игре еще пока что даже полугода нет. Вот, вышел недавно балансный патч, который внес определенные коррективы. Для которого стало получше, прямо получше стало ощутимо. Но все равно, все равно еще есть куда... Главное, чтобы у игры было, так сказать, виднее, куда она должна двигаться. Вот хочется вот это видеть, чтобы они шли куда-то, чтобы у разработчиков было понимание, что должно происходить. Я уже как говорил, что вначале было такое впечатление, что они стараются как можно больше аудитории привлечь вот такими упрощенными техниками. Конечно, ты там с одной кнопки можешь там много дэмэджа извлечь. А сейчас они уже постепенно это будут упразднять и как-то балансить в сторону все-таки большего противоанализма. Потому что те игроки, которые у нас приходят, вот кто-то у нас как бы поиграл, вот в новая игра вышла. Да, интересно, поиграли там какое-то время, потом забросили, ушли. А те, кто у нас останутся, они будут совершенствоваться в этой игре и, соответственно, на них будут уже делать больше баланса. То есть потом через год, другой, третий от этой дисциплины мы с вами увидим уже, что будут эти техники приходить постепенно в порядок. Будет он приводиться плюс-минус в стандарты предыдущих частей. То есть преобладанием, скорее всего, мне кажется, бароном над атакой. Уже когда все друг друга изучат, все матчапы, потому что сейчас очень много таких вещей, которые еще не до конца изучены. Есть персонажи, например, типа Джун, которые не раскрыли свой потенциал, просто нет игроков на ней. И есть, например, очень простые персонажи, очень сильные, очень эффективные персонажи, типа Виктора, Драгунова, Кинга, которых мы видим просто на каждом турнире. И только на нашей студенческой лиге почему-то ни одного из них нет. Нет, у нас играют два Чарла и Листа, и Низоксис, и Фача. Они играют просто достаточно давно. Фачу я прекрасно помню еще по седьмой части. Относительно старый игрок он уже считается в нашей комитете. Но Низоксис у нас представитель молодого поколения, вот как раз-таки, чья звезда засияла с выходом восьмой части. Ну, тащить сейчас нужно будет, тащить нужно будет Низоксис, сейчас он это понимает. И как бы, ну, это нужно будет огромную работу, огромную работу сейчас проделать после того, как тебя три боя убили. И как говорят азиаты, если ты не знаешь к концу второго раунда две, три вещи, три вещи о своем сопернике, то, скорее всего, ты уже проиграл. То есть за три боя можно было, конечно, что-то изучить, что-то понять, может быть. Но и Фача тоже все понимает. Учитывая, что стандартный турнирный формат у нас ФТ-2, оно же Бест-Оф-3, то ты это должен выяснить буквально за пару первых раундов. Ну, здесь у нас турнирная дистанция немножко побольше, у нас Бест-Оф-7, оно же ФТ-4. Отличный какинг, ты посмотри, он еще и знал, что будет флот здесь. Пробивается сразу стена, он готов, прямо вообще, естественно, подключается жара. Пробивает, тратит ее сразу для того, чтобы до стенки довести. Но ошибается, правый захват все время рвет, все время рвет. И правый двойной захват, как будто можно их не делать, на самом деле. Только лишь для того, чтобы в нейтрал обратно уйти. Для этого только можно использовать. Отличный делает, много ставок на ДБ-3. Здесь все, Ларс частенько вифает, но и приносит определенный профит. Не наказывает это, по-моему, еще ни разу и не видит, что он хотел заблочен, наказал ланчером. Попадает орбиталище, просто по самураю. Мощно его в стену вжимают, продолжает дальше прессить. Смотрите, как будто зажался, он просто выжидал, чтобы Б-2-2 пихнуть. И, конечно, ярость. Один из, наверное, самых красивых рет-жартов в игре. Такой достаточно оригинальный, в японском стиле. Такого собираясь у нас здесь наносит трубящий удар вниз Оксис. И пока что забирает первый раз. Первый раз. Посмотрим, пойдет ли эта пауза на пользу представителю. Представителю Рео имени Плеханова. Опа, нет, не возьмешь ты меня в свой захват. Говорит, хватит. Потихоньку начал Б-2 бить, не пробивать, сразу его компюрмить. Нужно, конечно, Б-2-2 не бросаться им просто так. Тем более, когда под ним садятся через раз, нужно больше, аккуратнее играть. И как будто бы игра немного размеря не стала, меньше сумбура стала. То, что мы видели в первом бою, вообще по-другому совсем сейчас играет. Вот начинает что-то быть похожее. На тейкен вообще в игре начинается много движух. Хватает, хватает его. В левом нет, все разрывается. Б-1, смотрите, смотрите патча, как... Ой, флешка не дотянулась чуть-чуть. Контрит, захваты, подключается. Пора бы уже подбраву подключать уже. Вот она медовая вариация. Пасекел, говорит, дружок. Посиди, говорит, еще разок. Вот так вот. Потому что есть медовая вариация в этой вещи. Конечно, нету там все время хая. И медовая, наконец, сделал мид. Мид дает лаунчер огромный. Но в случае блока там супер ансейф. Там можно тоже засунуть лаунчер. Отличный дакен здесь просто сразу же. Под вторым садится. Там второй, третий удар в этой стринге дакен. Прямо изучил персонажа по полной программе. Ой, заходит, полечился немножко. Восстановился в ФКП. Один, по-моему, трех персонажей в игре. Кто может так делать? За вифа была. Кстати говоря, за вифа она была сделана. Ничего себе. Ножами крутит самурай. Ой, ушел. Но все равно его Ларс достигнет. Все равно догоняет. Ой, ой, ой. Продолжается дальше туда влечь из стены. В очень опасном положении фача находится ЛДБ-2. Наказание, конечно, за эту вещь нельзя было так вставать. Огромная ошибка. И сейчас уже Ишемицу отправится на забор. На забор. Посиди, говорит, там, поваляйся в уголке. Так-то просто было, да? Ошибка встала так. Ой, ой, ой. Какой трейд. Ну, не, так сказать, не джагл. Пытался опять флешкой законтрить. И вот этот переход из плюс пять. Полетел Ларс. Полетел просто. Остановись. Ларс, куда ты летишь? Держи дебаггерок. Так, комбину сделаем. Жара у Ларса включена. С этим нужно считаться. Это нужно помнить. Подключает жару тоже. А не зуб. Понимает. Ой, хороший степь сейчас. Конечно, пробивается. Жара используется для того, чтобы сделать комбину. Здесь доводка до стенки имеется. Да до другой стены. Да сколько же демэджа тут опасно очень. Ай, матча. Молодец. Какой рейджар. Кстати, сравняется с одним по хп, скорее всего, если не убьет. Потому что огромный демэдж лежат на 8 части. Хватает. Да ладно. Не дает. Просто не дает. Неужели это будет 4-0? Надо и жмите. Пойнт. Собраться. Ай, хоп-кик какой. Какой гадкий. Такой хоп-кик хитрый. Вот просвистел. Ты стоишь по Ларсу. Как анимешно говорит. Да еще и взорвалось там что-то на карте на этой бензобак какой-то взорвался у старого вертолета. Ларс на нем тоже взорвался. Крутится. Не жалеет здоровья своего. Ай, как развел. Хорошо. Просто покрутился. И сразу-то продолжается дальше атака. Ну, пача может затащить. Сейчас обратно. Хидеш подключает. И понизор. Да. Так просто, говорит, так просто не закончится. Ну что ж, хорош Низоксис. Забирает он один бой. Так называемый тактический тайм-аут, как бы сказали наши игроки в Counter-Strike. Пошел на пользу определенно представителю института имени Плеханова. Сейчас выглядит он определенно свежее после этой паузы. Возможно, что успокоился, забрав вот это первое очко. И посмотрим, как он дальше сможет здесь сыграть. Какие тактические моменты он здесь для себя изберет. Неплохо очень зашел вот эта медовая вариация после B2-2, на которую постоянно-постоянно просто по КД садился его соперник. Мало достаточно, кстати, он 3-1. Будет ли еще раз? Будет ли еще раз? Да, кстати, переход вертолет. И будет ли еще раз тавка на мид? Вот так как раз Фатч, кстати, редко садился достаточно. То есть довольно эффективно прессинг из этого сетапа. Вот у Ёшка был. И мало его не зовся использовать. Может боиться, что просто присяду фарка. Огромная карта, да. Вообще драгонфайт надо больше всего. Ну вот с постоянными дами бьет. Не садится Фатч, вот только про что зератул говорил. Ой, арморов. Ай, полежал там. Ну, бежи. Ой, улетел куда-то, ворзов, лудился. С ноги, с разбегу. Ничего себе, кое-как, я уже думал, сейчас попадет. Но нет. Отпырили здесь. Так. Призбавь ему герком. Ой-ой-ой, по грязи, по какой пошел. Надо подрубать, конечно, метр сейчас будет на стене. Это будет сделано или нет? Он так добивает. Просто и так добил вообще. Это грязный прием, на самом деле, был очень. После лова еще одну лову, что сделать, конечно, это было очень грязно. Но что ж, в бою все, как бы, это твой хорошо. Ай, куда ты там прыцал. Еще и в воздухе это было. Ворзятник, видимо, подпрыгнул там ненадолго, что его, ешь, в воздухе-то задел. Но это прессинг давлеет, использует жару для того, чтобы продолжить прессинг. Уходит платным сайстепом. Здесь B2-2 снова завив, но так как нет жары, никакого эффекта не имеет. Вот старый текст. Видите, сколько белой полоски упачить. Если он подключит сейчас метр, то она тоже восстановится. Просто пока так, бутская, то куда-то полетел. Там летает на своем ноже. Ой-ой-ой, провипал. Там только мимо, чуть-чуть расстояние не рассчитал. Сейчас Низоксис, и это будет стоить ему раунда. Вряд ли сдроблен комбинацию решающего фача. Да, и сравнивает счет в решающем бою. Напоминаю, что матч-поинт у нас для представителя Миреа. Да, неплохо, неплохо он оказал там. Я думал, Ларс еще не дотянет. Снефть F1-2 дотянулась там, конечно, жестко. Бросается F1-2. Второй удар там Хайну. Не садится Низоксис там. И вариантов, кстати, нет других. Вот, просто DF1. Ой-ой-ой, закрутился, ой, завертелся. Что же будет делать? Этот там дышит на него. Не подходи, говорит, что там крутишься. Но захват прошел, потому что был в контрахиль. Сейчас его не разорвать было совершенно практически никак. Уходит. И это мы уже видели много раз. Коронный прием. Надо сказать, Низоксис. И вот он захват. Так он слайд. О, про что Дерчь-то говорил как раз. А теперь покрутимся, говорит. А теперь покрутимся. Дай-ка мне сюда еще здоровиться. Так, 2-1. Драка начинает, да. Други краски, кстати, преобладают. Хоп-кик, кстати, который в предыдущем бою попал в сервис. Сейчас Фача уже помнит, что в этой ситуации он его получал. А вот и под Сидунста по Драгонфлэям. Настаивать нельзя так сильно обратно. Это что это, ты говоришь, настаиваешь так сильно? Ты говоришь, может, давай-ка другие удары там поделать. Нет, вот жарой Ларс рядник. Целится, целится. О, полетел, полетел. Прилетел дэшом этим, который не перебивается. Тоже жара от Низокса. Ай, хорошо, как садится. Причем, кстати, именно он не садится. Он делает прием, который хайкрашит. Просто последующий продолжительный. Ой, какая ошибка. Что это за полет на полэкрана был вообще? Ну что, матчпоинт сейчас для Фачи. Так, что же будет? Ой, аккуратненько. Дебаггерками. На тебе тоже, говорит, дебаггер. Мячом дотянулся. Но дебаггер дотянулся. Хорошо, что не лаунчер. Медовый. Опа, ФБ 2-1. Просто наказание на минус 14. Брат, а вот и медовая вариация. Сильнейшим образом наказывается. Огромное количество демеджа. Отсюда вычленяет. Просто Фача прожигает жарун. Давит, он понимает, что будет идти дальше. Залетает просто тоже от Йошика. 1-1, и нет. Контрхит. Нет, наказание не было адекватного. Б2-2 можно было там сделать прожить. Боже, сколько демеджа здесь. Опасно, есть ярость. Это может лишить раунд. Дебаггер в контрхит. Убьет ли сейчас? Убьет ли? Не должно, не должно. Ну, хватит демеджа, даже если с жартом заберет он сейчас белое хп. Не сможет лечиться здесь низоксис после применения этого приема. Но именно дамага самого жарта будет не так много. Да даже на две тысячки хватит, как будто. А Ларс-то как выхилился, господи, упрыгивает назад. Использует, конечно же, жару. Ничего не делает дальше. Левая, и ты посмотри, как тащит-то. Господи, что творится-то у нас здесь? Фух, вытаскивает. Вот это реально просто вытаскивает сейчас. Бой, вот там на краю пропасти, на краю обрыва уже все. Там камни сыпятся вниз, куда-то за какие-то ветки там падают в пропасть. И все-таки последним своим движением, волевым усилием Низоксис вытаскивает этот бой и делает счет у нас 3-2. Ну что ж, звонит-звонит в камбэчную, достает телефон просто сейчас. Ответят ли ему? Да, ребята. Поддерживают, видимо, игроки из его команды, его что-то пишут. Ну, конечно, конечно. Волнуется Фатча, начинает все немножко идти не по плану. Возможно, рассчитал он на 4-0. Достаточно быстрый, как у нас сегодня. Например, Старкрафт до этого пролетел. Тоже никто, кто бы ожидал. Вот. Но нет, пока что у нас тактический тайм-аут со стороны, видимо, другого игрока. И небольшая пауза. Первое у нас пошло на пользу Низоксиса. Посмотрим, что будет сейчас. Игроки у нас максимально собираются, анализируют предыдущие бои, которые проходили. И в целом пока выводы определенные здесь делаются. Ну что ж, ждем продолжения. Достаточно напряженное валидольное противостояние. Естественно, я думаю, что никому не хотелось бы видеть 4-0. Все-таки текин у нас достаточно быстрая и динамичная дисциплина. Даже при максимальном количестве боев и раундов проходит она достаточно быстро. Ну и вы, дорогие товарищи зрители, я думаю, будете счастливы с этим пирсом. Подходят тренера, подходят консультанты. Помогают проанализировать ситуацию, как-то поддержать своего соперника. Ну и товарищи зрители, поддержите, поддержите, пожалуйста, игроков своими аплодисментами. ФБ 2.1 очень круто наказал матча на самом деле за ту медовую вариацию, по которой играл, то есть нельзя было постоянно это делать. И да, сколько еще будет таких ставок? Игроки все больше и больше карт их начинают открывать. Они все больше начинаются майнгеймом, все больше хардридов сейчас пойдет. Уже парадокатусы свои карты. Уже и риды будут такие, что да, либо черная, либо белая начнется. Я говорю, что там уже было сейчас 3-1 и решающий раунд для представителей мира. Да, и там уже как бы поздно, поздно их что-то в рукаве держать. Нужно уже все было доставать внизу. Сделал вот эту паузу такую после хит-смэша. Аккуратно поддержал, выждал тайминг. И очень рисково, достаточно слайдом по низу пробил своего оппонента. Не ожидал такого его соперника. Возможно, кстати, подметил, что Фачи не так много садится. Не так часто дакает. То есть, да, он очень хорошо дакает B2-2. Поэтому, возможно, стоит чаще миксовать это с медовой вариацией. Мы практически только один мид видели, по-моему, Низоксису за все время. И он зашел в цель, он заланчил своего соперника. Но тот же 3-1, например, переход в вертолет. Это хайкрашущим ударом Фачи не закрывал. Но тоже как-то примерно 50 на 50, мне показалось. Посмотрим, сможет ли Низоксис у нас к такому же выводу прийти. И какие-то записи, свои блокнотики, электронные, уже современные студенческие телефоны делает. Как любой прилежный ученик, вспоминаем строго на чемпионате России. И Мортон на чемпионате России, например, в 2021 году. Просто ребята с вот такими талмудами выходили. Просто все сетапы всех игроков, наверное, участвующих в этих турнирах. Там были расписаны досконально. Ну и на финал какие-то заготовки тоже у нас. Как прилежные студенты должны ребята все-таки иметь. Ну что, как карта ляжет, на самом деле, очень-очень... Я думаю, что они правда показали уже все сейчас, что можно. И сейчас был бы смысл, если бы у Фачи был бы запасной персонаж. Я думаю, что можно было бы взять сейчас другого персонажа. И взять вот этот раунд можно было бы легче гораздо. Либо даже если проиграв, он взял бы другого персонажа и проиграл бы на нем. То он все равно бы темп игры изменил так, что... И последний, который... Ну, шансов было бы больше. Вот про что нужно иметь несколько персонажей на турнире. Да, да. Я не понял, то ли Реал, то ли клиент. Вот кто-то из наших олдскульных опытов игроков говорил, что нужно обязательно иметь, ну, хотя бы некоторый пул персонажа. Для того, чтобы просто капитально поменять геймплан. То есть у тебя, допустим, Ларс, ты берешь, допустим, не знаю, какого-нибудь там, Драгунова, даже если у тебя не геймик персонажа, или Кинга, например. Да, да, да. Вот, просто ты, ну, уже должен, во-первых, соперник быстро к этому адаптироваться. Не факт, что он с вами... Ох, тут у нас косплей какой, ребят, смотрите. Такая же Пашинфекция, смотрите, в косплее Кинга. Да, в косплее Кинга, и девушка такая прекрасная в косплее Линк Сяо Ю у нас пришла. И также много других активностей для зрителей. Всех, кто сегодня пришел к нам сюда на финал российской киберспортивной студенческой лиги 2024 года, я думаю, что останутся абсолютно довольны. Вот, и когда ты вот играешь вот только на одном персонаже, тебя уже соперники знают, и они уже готовятся, и плюс у тебя действительно меньше каких-то тактических вешений, маневров для того, чтобы сменить стиль игры. То есть у тебя, например, вот сейчас есть в запасе у Фачи один бой, то есть он мог действительно там вместо Ларса взять, ну, условно, там, какого-то персонажа. Вот, если зайдет, то он, как бы, сразу побеждает, если нет, то он может всегда вернуться на Ларса, у него будет еще финальный бой. Но, с другой стороны, стоит ли доводить до финального боя, с другой стороны, как бы тут уже два матча не Зоксис отобрал, и я не исключаю, что мы увидим камбэк и такие 4-3. Вот, было бы очень интересно как раз на это посмотреть. Ну, что ж, у нас игроки вроде бы готовы, пауза подходит постепенно к концу. Ну, вот, собираются, собираются, концентрируются у нас оба представители, представитель Леханова и представитель Миреа. Да, настоящий дэдматч у нас получается, до 4-х побед, настоящий дэдматч. Успокоился, как будто не Зоксис визуально, а вот Фачи, наоборот, как будто в некотором волнении пребывает. Начинаем ответить все-таки, что это первое, напоминаю, оффлайновое мероприятие. И начинается очередной бой у нас, когда-нибудь все-таки мы узнаем, что за Саней, что за чипсы его просят вернуть в Сантреки, это ягент. Но пока у нас крутится здесь. Ой, столько здоровья уже потрачено на эти крутилки было, еще пару попал. Ой, как удачно сейчас заходит нездоровое дыхание, бьем. Оборонительное дыхание дальше, да, без мяча продолжает, атаку не достает его опять, избил здоровья дебаггером, просто дебаггером. Ой, подключается, армор и ярость сейчас, ДФ2, оборонительное очень хорошо было. И, конечно же, ворует ход просто его соперника буквально этой крутилкой. Вроде как небольшой плюс, небольшое преимущество. Выпрыгнул там Ларс, вздумал воздух со своей вертушкой, там, а, уже за спиной у него, ну, Ешемидзе там с ножичком. Ай-яй-яй, куда ты с твоими ножичками-то там? Влетает Ларслятник дальше, летит просто в неумолимой поступе, прет. Ешемидзе просто прожигает уже последний удар, такой неожидаемый. Ты думаешь, что вроде как среда закончится, но нет, там этот мячище просто разрывает все, и воздух, и своего соперника, и броню Ларсу тоже подкапливает, здоровится себе маленько. Посмотрите, хилится, и Шемидзе-то может хилится. Восстанавливает, восстанавливает он здоровый, не только белое, но и обычное тоже. Сетап, говорит, правый, а двойной, говорит, сразу же еще и фундамент хит. Опять подкат, опять вот та же ситуация, в которой он победил. Куда пошел, в сторону этот рэйч, и вдруг, ай-яй-яй, господи. И верхушка в стиле Хигема заканчивает здесь вернушку этим ножиком. Что за двусторонние там бои попасть? Двойной захват, заканцелил, просто там обманул своего соперника, да, и заканцелил. Там, главный на захват засунул двойной захват. Сразу включил, а еще и армором туда ударил. Посмотри, армором туда бьет, зайви по пять, извини, говорит. Как-то вот начало заходить вот это вот V2-2, прямо очень хорошо. Он менее глубже начал уходить в сторону этой крутилкой платной. И начал просто V2-2, уходит, и все верчением крутится. Посмотрите, ах, дебагерок доцепил уже самурая там на голову. Просто вообще не дает ничего своим оппонентам сделать. Ой, как развел хорошо здесь, здоровья маловато. Нету, нету жары, не знает, что делать без жары. Ай, не дотянулся. Опять не дотянулся, вот уже второй раз или третий. И он применяет сетап с андлоком, но чуть-чуть, буквально миллиметр не рассчитывает расстояние. А пача в сторону, потому что немножко отходит. Чуть-чуть в сторону отходит, поэтому не попадает. Чуть лучше сайт степа в восьмой части все-таки, нежели в предыдущих. И можно буквально таким небольшим движением от линейного мува уйти. Посмотрите, посмотрите, что делает. Он дебагер и там от блоков не сует. Что? С Dragonfly захват, хорошая опция. Пач, вставай, вставай, бейс-то. Локтем отбивается от ежика, от этого летит на него. Так, пошли тоже микс-тап и включение. Хорошо развел тоже на движухе. Здесь поймал двойной захват. Разрывается, хватит ли его. Есть ярость и фач сейчас выцеливается. Он и шумится, крутится, опять вертится, опять немножечко подхиливается. Он с ним чуть-чуть дышит своим дыханием оборонить, потому что к нему подходит. Подлетает Ларс, тратит жару. Дальше входит микс-ап, крутится, смотрит, будет ли что-то делать внизоксис. Но он стоит, ждет, знает, что Ларс будет тоже этим дэшем назад уходить, Елена. А на таймер, это тем временем 10 секунд. Да, буквально уже остается, подожигается жара. Да, включается ярость двоих игроков. Ф4 опасно, вообще, да, Ф2 оборонительный стоять, говорит, что ты, ну, слушай, это камбэк. Это камбэк, ребята, вполне полноценный. Собрался, собрался низоксис и просто затащил три боя подряд. Куда он там звонил? Не знаю. Что ему сказали, я не знаю, но выглядит он сейчас гораздо, гораздо увереннее, чем в первых своих боях, где просто Ларс доминировал над своим соперником. Ну и сейчас у нас будет последний решающий бой. Вот то, о чем я говорил, то, что этот финал не будет однокалиточным. Здесь два равных соперника. И уже начинают играть такие, не сколько игровые, сколько вот именно личностные моменты обоих игроков. То есть ты говоришь про ментальное состояние, что ли, да? Менталка, волнение, все дела, нужно сейчас, да, собраться, нужно не давать, так сказать, волнению, над здравыми мыслями брать верх, для того, чтобы мыслить хладнокровно и побеждать. Именно парадокс видеоигры Текина вообще заключается в файдинге в том, что мы играем для того, чтобы получать эмоции, но для того, чтобы побеждать в файдингах у тебя эмоций быть не должно вообще абсолютно. Посмотрите просто на любого профессионального игрока, те же, к того же колена, того же DCR, таких же корейских, японских игроков, патистанских, там наших тоже ребят, которые играют, они просто спокойно с абсолютным покерфейсом сидят. И любая эмоция просто сбивает тебя с вот этого настроя, начинаются какие-то мельчайшие ошибки, а поскольку файдинг это дисциплина, которая требует предельной концентрации в достаточно короткий момент времени. У тебя, например, как в Старкрафте нету такого, что у тебя там период активного там контроля, активной концентрации, потом у тебя есть какие-то тайминги, где ты можешь отдохнуть, подрасслабиться, чуть подумать на каких-то своих автоматических действиях там билдорде располнять. Вот, здесь ты в течение всех пяти минут вынужден соблюдать предельную концентрацию, потому что там буквально какие-то миллисекунды могут стоить тебе целого боя. И у нас 3-3 решающий бой, ребята, поддержите, поддержите, пожалуйста, игроков, находящихся на сцене, они вас слышат, вам нужны, им нужны ваши эмоции. Конечно, конечно, наказали. Ой, как встал, ну хорошо, ну не реализовался сейчас этот подъем. Ларс начал давлять, Ларс начал активнее действовать, активнее драться. Тут, наверное, как не вздох, здесь более размеренно уже действует, уже действует размеренно последние два боя. Ай, дебаггер в контрхит здесь сразу же, какая наглость была. Там от Фачи, видимо, он нажал кнопку, что ли, сразу, да господи. Опять, опять, опять полежать, он лежать, что-то не будет. Захват в контрхит. Останется пару тысяч, буквально сейчас у Фачи подключается, жирает, а не попадает. Встает с верхней ноги, но вылетает сразу своим суперударом, но уже Низоксис на предикте, зашел ему за спину, там, и ждет, куда она полетит. Вертюшечка за голову и туда, в воду его, прямо там, в болото это анимешное озеро, красивое, захватом. Нагрих полежи, говорит, тоже там, не один ям. Перестали практически терывать захваты, сейчас ближе к концу противостояния. Это что за гадость произошла сейчас, это что за наглый лаунчер был просто в лицо, в упор. Еще раз так сделает? Нет, не будет, просто наглеться, что творит. Ах, Фачи отбивается, пытается что-то, что-то как-то делать. Есть жара, обои включаются, ярость сейчас у Фачи. Свою жару потратил Низоксис. Лоуфэрри, ну неужели сейчас, ну не убьет, или убьет. Матчпоинт. Теперь уже матчпоинт для Низоксиса, ребят, просто перевернулась игра у нас в какой-то момент. Не забывается, паниш не совсем адекватный, не лаунчером, а вот какими-то там непонятными сетапчиками. Лаунчерами надо, вылечился, ну полечился, на по мозгам тебе сразу, ничего еще не лечится в наглую. Лоуфэрри, предиктовая, здравствуйте, привет. И в воде полетели бойцы наши, похилился в конце, спасли, постоянно лечится этот самурай. Этот крутится там. Больше стал на какие-то рисковые приемы здесь напирать Фачи. Прожигает Жару. Ой, не успел подсесть по Трундерам. Захватываю, но опасно очень сейчас. Вейки будут здесь после этого лежать. Дебаггерком. Сразу же Жару подключает, грамотно использует. Не было наказания. И это смерть, что ли? Да, это 3-0 по раундам. И камбэк, камбэк от представителя Лиханова. Вау! Вот это камбэк! Вот это камбэчище! С 0-3! Ну иди, обними его, ну обними. Я вижу, что как хочется, но беги сюда. Аплодисменты Рэу имени Блеханова! Вот это поддержка, какая она должна быть! Так, погоди. Скажи мне, скажи мне, пожалуйста, что при 0-3 ты думал? Ты взял очень грамотную паузу при 0-3, прям то, что нужно было. Но расскажи, что в голове в этот момент происходило. Ребята, это судьба. Хорош, иди в зал, ладно. Я передаю слово студии-аналитики, но Рэу имени Блеханова поздравляю с победой в дисциплине Tekken 8. Я, конечно, многое слышал во время камбэков и во время каких-то неожиданных встреч. Но таких слов я не слышал никогда. Это просто невероятная игра была, действительно, друзья. И для камбэков есть огромное количество разных выражений. Реверс-свипы, есть такое выражение, как ремонтада, да, много-много всего. Но вот эту игру не описать словами. С 3-0 до 4-3. И вот так. Ну, это Tekken, да, бывает такое. Он, видимо, он и взял паузу как раз для того, чтобы оценить свои действия. То есть он очень много рандомил. Он очень много делал B2-2. И он понял, на самом деле, что его бьют за те вещи, на которые он ставил до этого. И это было отработано. То есть Fachi отработал этот дом. Он действительно провел хорошую аналитику, провел домашнюю работу. Посидел, поизучал все, посмотрел. И начал ловить просто на тех вещах, которые на основе записей боев с Низоксисом. Он эти вещи отработал просто. И Низоксис сделал выводы, что, да, надо что-то менять. Надо играть более размеренно. И в четвертом бою сразу мы видим, что начинается гораздо меньше вот этих стычек. Меньше набеганий, меньше какого-то сумбура. Больше именно движухи. Я подметил тогда, что как будто в Tekken начали играть. Вот началась именно такая размеренно вдумчивая игра. И он начал переигрывать. Вот, вот, просто так произошло. Ну, мне показалось, что в начале Низоксис достаточно сильно волновался. В то время как его соперник выглядел гораздо спокойнее, гораздо собраннее. То есть было видно, как он проделал свою домашнюю работу. Разобрал вот просто там матчап, сидел в реплеер, там, контрил просто все, что делал его оппонент. Довел достаточно быстро счет до 3-0. И мне это показалось действительно удивленным, потому что ребята все-таки действительно равные достаточно по стилу, как по мне. Вот, и потом очень грамотную тактическую паузу взял Низоксис. Возможно, что-то посмотрел, что-то ему подсказали. Все время уходит. Подменял какие-то моменты в своей игре и просто, просто затащил, просто закамбечил. У меня нет слов, это было что-то невероятное. Но я говорил, что здесь будет всем битвам битва. Зератул подмечал, что он всегда подседал под вторым хвоем, но не доделал комбу, а именно флотил. Он знал, что какая будет ситуация, у него готова была комба на этот случай. Вот это говорит о том, что он готовился точно конкретно к этой микроситуации, он ее отработал прямо. Вот обратите внимание на камеры на обоих игроков. И потом уже в конце, когда счет начал резко меняться, кажется, что там уже заволновался Фача. Возможно, это и послужило его причиной его поражения. Взрывающиеся стены вот здесь вот эти. По-моему, в следующем раунде или в предыдущем раунде был момент, когда стена прям зарешала очень сильно. Очень сильно зарешала стена, потому что был волсплат именно. Да. Ну вот, да, эта карта такая. Ну, на улице все было то же самое. Как раз-таки он начал немножко что-то, немножко начал низок изменять. Но тут его наказали вот за эту вещь. То есть тут просто не сложилось, так сказать. Не то, чтобы прямо его переиграли здесь. Здесь просто именно вот карта не легла его, так сказать, конкретно в этом бою. Ну и, соответственно, мы, кстати, после этого матча можем ответственно заявить, что РТУ Мира точно не станут топ-1 во всех четырех дисциплинах. Да, это уже на 100%. Так как РВ имени Плеханова все-таки забирает себе как минимум токен-8, с чем мы еще раз поздравляем низоксиса. Ну а патча тоже очень-очень достойно все делал. И вот эти первые три для него были вообще шедевральные. Да, потом тоже много где давал боя. И во многих раундах я наблюдал прям очень близкое количество хп. Да, то есть там прям на грани все было. Буквально одного какого-то удара, одного какого-то мисплея. Очень классный рейджак вот этот был. Очень грамотно сделал он вот здесь. Очень круто. Именно заинтерапил, он не дал именно ему убить себя, иначе бы этот удар по низу, он бы его добил просто. Видно, как переживали. Ну камбэки лютые были, да, переживали сильно. И лютые камбэки были. Ведь действительно в последних вот четвертом и пятом бою, по-моему, как раз-таки очень близко были по хп. Вот тут он сейчас уверенно заберет. А следующие бои были очень супер близкие вообще. Ну принимало решение, конечно, он очень нестандартный, очень рискованный. Он именно ставил просто вот красное-белое, он просто на красное все ставит. И вот, и получается, и получается поставить. Ну вот в том бою он достаточно рисковый вот этот слайд сделал, потому что буквально там присядь, накажи практически чем угодно. Вот грязь какая, вот это было супер грязь. Тоже. Это вещь супер грязная была. Из лоуты не ждешь, что у тебя будет еще одно лоут. Ты встаешь, отходишь, у тебя там плюс небольшой, а он тебе просто еще это дебагерище пихает, потому что он в крауче остается там с ума сойти. Догадался тоже. Ну вот это то, на что ставит Йошек, то, на что ставил. Он просто до этого бросался этой вещи рандомной. Сейчас он начал реактить, просто отбегать в сторону и делать уже B2-2 именно осознанно. Ну да, действительно. И вот опять же хотелось бы вернуться немного к словам Низоксиса победным. Ребята, это судьба. Это вообще, конечно, это какой-то мем или это просто Низоксиса сам? Нет, возможно, что это станет у нас мемом в Кабьюнити где-нибудь спустя некоторое время, потому что, мне кажется, он сам не ожидал просто такого камбэка от себя, но он смог это сделать. Ты знаешь, такой просто Майк Троп, и он уходит со сцены. Блин, гениальное, не знаю, Низоксиса, просто респект за это. Да, да. Красиво было. Да, ну и вот опять же заключительный тоже, заключительный бой, заключительные раунды мы с вами наблюдаем на хайлайтах, но хайлайтов здесь огромное количество, так как и действительно очень долгая встреча получилась. У нас так-то на секундочку. Я вот уходил, да, отходил, скажем так, через 15 минут где-то пришел, смотрю, счет 3-0. Думаю, ну блин, неужели опять... Неужели опять все в ноль, да, и тут начинается вот этот просто легендарный камбэк? Последний бой просто забирает в 3 боя, без драки. Без драки последний бой забирает. Тем, собственно, тэкин ценен и славен, то, что могут быть вот такие моменты, причем все может поменяться в какие-то считанные минуты, какой-то такой момент. Даже считанные секунды, считанные движения, я бы сказал. С какой-то точки забирает. Камбэкнуть можно всегда, нельзя никогда сдаваться, да. Да, эту мораль мы с вами усвоили, и, так сказать, в дипломчик свой записали, друзья. Зачет. Зачет. Обоим причем зачет можно ставить просто смело. Согласен. Большое вам спасибо, ребят, что вы для нас прокомментировали это, проанализировали. ZeroTool, Серафин, для вас, собственно говоря, работали на тэкине. Но у нас впереди еще есть КС и Дота, друзья, и к ним тоже нужно подобраться потихонечку, поэтому мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой вернемся и продолжим смотреть все российскую киберспортивную студенческую лигу. Ты не решаешь, как именно встретишь первую любовь.